Наш съемочный группа сейчас находится на избирательном участке номер 457. Он располагается в Ировской сельской школе. За этим участком закреплены жители сел Ира, Алексеевка и Старая Уралка. Всего 974 человека. Ожидается, что на этом избирательном участке впервые проголосует 12 человек. Время 7 часов 50 минут утра. Вся участковая избирательная комиссия в сборе. Наблюдатели от разных партий тоже находятся на местах. Начинается проверка урн для голосования. После данной процедуры урны опечатываются. Проверяются также ящики для голосования на дому и тоже опечатываются. Ровно в 8 часов утра участок начинает работать. Каждый избиратель после регистрации получает по два бюллетеня. По два бюллетеня. Для тех, кто придет и будет иметь прописку с села Ира, Алексеевка. Если по открепительному предстоянию, то будет даваться один бюллетен. В зависимости от договора. С начала открытия избирательного участка особой активности избирателей не наблюдается. К 9 часам утра здесь проголосовало 20 человек. Среди них Николай Савоськин. Николаю Ивановичу 82 года. Несмотря на возраст и на больные ноги, он изъявил желание прийти на выборы сам. А не приглашать членов избирательной комиссии к себе домой для голосования. Я всегда в шамане буду сюда. Ну как же не важно. Это же государственные мероприятия. Как же не важно. Восемь наблюдателей от партии на избирательном участке номер 457 в селе Ира следили за ходом выборов депутатов Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Для доставки избирателей на выборы из соседних населенных пунктов, входящих в состав избирательного участка, было организовано движение автобусов из Старой Уралки и деревни Алексеевка. Из села Ира наша съемочная группа переместилась в Республиканский культурно-методический центр Дуслык. Здесь располагаются сразу два избирательных участка. Номер 433 и номер 444. Раньше они размещались в школах номер 1 и номер 3. Почти 3000 человек закреплено за ними. На этих участках работа проходила в штатном режиме. К 10 часам утра здесь избирателей было мало. Проголосовалось около 20 уже у нас. На этот момент. Ну, я думаю, народ сейчас проснется, пойдет. Обстановка отличная. Люди потихонечку приходят голосовать. Замечаний никаких нет. Поэтому все, в принципе, хорошо. Народ раскачивается. Но, в принципе, уже народ пошел первый человек. Первые люди, два человека, голосовали. Ровно 80, они стояли здесь уже. Мы им аплодировали, как самым первым избирателям. Пока все, я не скажу, чтобы на круг пошел. Но идет так. Идет полоса. Нет, идет полоса. Нет. Я думаю, что раскачается, и народ пойдет. И, надеюсь, все будет хорошо. Обстановка дружелюбина, спокойная. Среди тех, кто решил проголосовать с утра, Ирима Соловьева. Она старается в выборах всегда участвовать. Какой-то голос мой идет куда-то, куда не надо. Вот так думаю, если я не приду, не проголосую за нее. Я за определенную пациенту проголосовала. Если я не приду, не проголосую за нее, значит, она куда-то на сторону улезет. Мне так кажется. Сейчас на выборы люди идут несколько с другим настроением, нежели раньше. Раньше это был настоящий праздник. Конечно, раньше веселее было, чем сейчас. А сейчас... Тот факт, что люди сейчас совсем по-иному относятся к выборам, отмечает и глава администрации Борис Беляев. Его мы встретили на избирательном участке номер 434 вместе с супругой, куда он пришел проголосовать. Я уверен, что если едят проявиться активность, потому что профессионер был за той главной партии, за того или иного человека, все-таки они уже не смогут выставить за свою выбору. Глава городского округа город Кумертау Юрий Мильников со своей семьей голосовал на избирательном участке номер 436, что находится в водоканале. Я вот здесь в первую очередь присутствую не как председатель Совета, а как гражданин своего имени, который должен сделать свой выбор, свой гражданский долг исполниться. И потом, в отношении сегодняшнего дня, сегодня мы выбираем испытатель Грунтай государственной собрании республики Башкортостан. Это законодательный орган, который определяет стратегически направленное развитие республики Башкортостан. То есть определяет, сегодня придя и проголосовав, мы определяем, как мы будем в дальнейшем жить в ближайшие 5 лет. Всего на избирательном участке номер 436 зарегистрировано около 2,5 тысяч избирателей. Причем 32 человека по списку придут на эти выборы впервые. Избирательный тот. Но лавка, конечно, расставляет жилье от лучшего. Так, дешевле намного будет импансивнее. Но мы думаем, что люди в избирательном участке проголосуют. Мы готовы их принять ровно до 20-ти 0. Следящие за ходом выборов на избирательном участке номер 436 наблюдатели от партии нарушений закона не отмечают. В целом, выборы в городе Кумертау проходят спокойно. Инцидентов в первой половине дня выявлено не было. В целом, по-моему, обстановка спокойно. Люди только начинают просыпаться. Мы видим, как их будет рисовать наше старшее поколение. Далее идет среднее, а то, что вечно мы видим, что мы надеемся, потому что мы думаем, что это будет. Так, все равно, это участок спокойно. И это разумно. То есть, происшествия, никаких провокационных мероприятий не существует. Все наблюдатели на местах, все члены регулярной комиссии, мы с вами ровно и работаем штатами. Как в итоге проголосует наш город, и какова будет явка избирателей на выборы депутатов и государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, будет видно только после того, как закроются избирательные участки. С утра же в городе отмечается некоторое затишье. На избирательных участках основной поток избирателей ожидается днем и вечером. Екатерина Соломатина, Ильнур Аминов, Новости. В городе Кумертау голосование проходило на 26 избирательных участках. Один из участков располагается по улице Заслонова. Это седьмой корпус филиала ОГУ. На нашем участковом избирательном участке номер 443 на начало голосования было зарегистрировано 1300 избирателей. Сейчас еще шесть человек пришли по дополнительному списку, из них два человека по открепительному удостоверению. Это жители нашего города, которые в настоящий момент являются работниками нашей комиссии и не могут проголосовать по месту прописки. В числе первых избирателей на этот участок вместе с супругой прибыл министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Афонин. В интервью нашему телеканалу Сергей Иванович отметил важность данной политической процедуры в целом для нашего региона. Также Сергей Афонин высказал свое мнение по поводу проведения выборов в единый день голосования. Говорить о том, что это важно, наверное, правильно бы сказал, всегда это будет важно для города, для республики, потому что политические институты уже сегодня в стране утвердились, так же, как и в нашей республике. То есть представительный орган сегодня республики выбирается. От городского округа будут избраны два представителя, которые будут, я надеюсь, будут уверены и с достоинством защищать интересы горожан. Поэтому еще раз скажу, важно и очень важно. Для меня, мне кажется, не важно, какой день, пусть будет это день, который избран, 8 сентября, важно качество от этого процесса, качество тех людей, которые придут и будут оказывать реальную помощь населению, простым людям, которые, я считаю, нуждаются в качественных, нормальных делах для нужд данной территории, которую будут представлять выбранные люди. На этом участке к 11 часам проголосовало порядка 5% избирателей. Впрочем, по словам наблюдателей, такая ситуация в первой половине дня была на многих участках. Этому способствует несколько факторов. Я был у себя на участке наблюдателями, и в лице, и рядом. Потому что тут рядом, поэтому. Основных замечаний таких основных нету, больших, как раньше были, например, брасывание карточек там. Потому что народ в данный момент идет по одному, по два человека. Не как раньше было. Видать, не сезон. Особенностью данного избирательного участка в том, что это довольно большой по площади участок. В него входят более 20 улиц района Железнодорожного вокзала и поселка Авиаторов. Тем, кто не мог прийти голосовать на участок, были организованы выездные процедуры. Всего таких заявок поступило 75. По состоянию здоровья на дому голосовала и Анна Иосифовна Иштукова. Ей 78 лет. Членов избирательной комиссии она встретила во дворе своего дома. Все время я прохожу, сколько есть. То ходила. А сейчас вот не могу. Там палочка, кой-как пребываешься, прихожу. Ну, записали там, а потом дочь сегодня сказала, что пришли. Заявку подали? Да, да. Ждали сегодня? А как же? Приехала с паспортом специально, чтобы дожидать. Дожидать. Флюра Хафизовна Курмакаева из-за плохого самочувствия тоже обратилась в избирательный участок. Такого большого числа гостей пожилая женщина не ожидала. Справиться с волнением ей потребовалось несколько минут. Свой выбор Флюра Хафизовна сделала, благодаря работе выездной комиссии. До участка я не смогла бы дойти, говорит она. Ну, а по мнению пенсионерки, пропускать такое важное политическое событие никто не должен. Мы же должны быть заинтересованы, чтобы выбрали надежных людей нам. Как говорят депутаты, слуга народа, чтобы он позаботился о людях, чтобы старался создать какие-то нам условия лучшие в жизни нашего на этого города. Спокойная рабочая обстановка царила на 445-м избирательном участке. Комиссия работает в штатном режиме. На рабочих местах наблюдатели от партии и кандидатов в депутаты. На данный момент уже зарегистрировано 2287 избирателей. И процент явки 9,5 процентов. Уже 210 человек проголосовало. Вот. Ну, активность сейчас повысилась, ближе к обиду. Народ побольше стал. Выехали мы уже на голосование вне помещения, в больницу, и проголосовал 5 человек. На данный момент нарушений нету. Обстановка доброжелательная. Народ идет на голосование. На данный момент проголосовало около 190, более 190 человек. Валентина Колчина говорит, что в выборах она всегда принимает участие. Валентина Юрьевна отмечает, что сейчас проведение процедуры в единый день голосования стало очень удобным. Настроение нормальное. И на участке все хорошо. А то, что сейчас единый день голосования, это начале сентября, ваше мнение, это удобно? Это удобнее, чем, допустим, не знаю, ни летом, ни зимой не хочется идти, а и весной послякать. И самый хороший месяц сентябрь. Я так думаю. Впрочем, люди, неравнодушные к судьбе своего региона, придут голосовать, несмотря ни на какую непогоду и время года. Об этом свое мнение говорили люди в ходе проведенного опроса. Прежние выборы как-то маленько покраше было, а сейчас здесь так скромненько. Хотелось бы, чтобы больше было народу приходило, чтобы больше голосовали, чтобы люди старались выбирать за свою партию. Вот за это мы переживаем, понимаете? Переживаем за то, чтобы больше приходили голосовать. Срок работы парламента составит 5 лет. Те, кто пожелал принять участие в судьбе республики и города, сделали свой выбор. Но каковы будут результаты этих выборов, покажет время. Айгуль Мухаммедшина, Елена Чернухина, Андрей Дорошкевич, Новости. Полчаса остается до закрытия участка номер 453. Избиратели торопятся отдать свой голос и сделать выбор в пользу одного из кандидатов и политических объединений. Члены участковой избирательной комиссии уже отработали почти 12 часов. Такое же количество времени на участке находились наблюдатели от политических партий. На участке номер 453, избирателем участке номер 454, который находится по соседству в помещении школы номер 5, по словам председателя комиссии, обстановка в течение дня была рабочей, в нештатных ситуациях не возникало. На нашем избирательном участке номер 453 все прошло в штатном режиме, никаких у нас инцидентов, чрезвычайных ситуаций не было. День голосования у нас прошел спокойно, без всяких эксцессов, нарушений. То же подтверждают и наблюдатели. Их было несколько от партий «Единая Россия», «КПРФ», «Патриот России», «Экологическая партия зеленых», «Российская партия народного управления». Нормально, по-моему, проходит нормально. Видимых нарушений никаких не было. Замечаний со стороны наблюдателей не было. Работа ведется активно. Активно население принимает участие в выборах. Ну и активно работает комиссия. Никаких нареканий по поводу работы комиссии, разумеется, нет. Работа слажена, дружно. Все квалифицированные работники абсолютно. Время наибольшей активности избирателей председатели комиссии называют час до полудня и несколько часов до закрытия участков. В первой половине дня, как правило, голосуют люди более зрелого возраста, пенсионеры. Во второй половине дня и ближе к вечеру подтягивается молодежь. Перед самым закрытием на участок прибывают, как правило, те, кто в течение дня был в отъезде. Всегда хожу. Потому что лучше свой голос отдать, чем никакого голоса. Я так считаю. Решение принимали непосредственно на участке или уже заранее у вас было принято решение, за кого отдадите свой голос и за какое политическое объединение? Ну, естественно, я сначала просмотрела, а тут уже еще раз просмотрела, взвесила и уже тут окончательное решение приняла на участке. Мы терапились, чтобы успеть до восьми часов. Вот бегом прям бежали с ну-ка, проголосовали. Я считаю, что мой голос все равно, как, что-то значит. Я хочу, чтобы были изменения, чтобы было что-то лучшее, так ведь? Чтобы жили лучше, чтобы все было у нас хорошо и не было войны. А что такое выборы, ты знаешь? Пусти, не трогай. Это такой праздник. Депутатов выбирают. Ты выбрал? Помог бабушке выбрать? Помог. Я даже два листа кинул. На участках 20.00 пришло время закрывать участки. Но впереди членов участковых избирательных комиссий ждет еще большой объем работы. Наступает момент истины. Сразу после закрытия члены участковой комиссии приступают к работе со списками. Также происходит процесс гашения неиспользованных бюллетеней. Весь процесс контролируют наблюдатели. После того, как погашены неиспользованные бюллетени, а списки сверены, информация заносится в протокол. И тут начинается традиционный процесс подсчета голосов. После того, как завершена эта работа, протоколы использованной и неиспользованной бюллетени доставляется в окружную избирательную комиссию. Первая машина с документами прибывает в комиссию около 11 часов вечера. Затем уже каждые полчаса прибывают автомобили с избирательных участков. И так как Кумертау работало 26 избирательных участков, процесс доставки документов продолжался всю ночь. Вся информация заносится в сводные таблицы. После предварительной проверки протоколов путем суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых комиссий, председатель окружной комиссии озвучивает результат выборов по одномандатному Кумертаускому избирательному округу номер 15. За Исмогилова Сагитов от Преслановича 1122 голоса, за Карпушкину Валентину Николаевну 3748 голосов, за Комнева Павла Михайловича 586 голосов, за Макарова Андрея Юрьевича 11432 голоса. Если говорить в процентном соотношении, то кандидат Сагит Исмогилов получил 6,51% голосов избирателей. Кандидат Валентина Карпушкина 21,73% голосов. Кандидат Павел Ковнер 3,40% голосов. Кандидат Андрей Макаров 66,29% голосов. На основании ст. 84.99.2 Кодекса Республики Башкортостана выбор окружная избирательная комиссия Кумертауску избирательного округа номер 15 решила признать Макарова Андрея Юрьевича избранным депутатом Государственного собрания Коута Республики Башкортостан 5-го созыва по Кумертаускому одномодатному избирательному округу номер 15. Подведены итоги голосования по единому республиканскому избирательному округу. Результаты голосования следующие. За Коммунистическую партию Российской Федерации подано 19,16% голосов избирателей. За Единую Россию 70,24%. Справедливая Россия 2,38% голосов избирателей. За политическую партию ЛДПР подано 3,46% голосов избирателей. За политическую партию Российская Экологическая партия Зелёной подано 0,55% голосов избирателей. За Российскую партию Народного управления Республики Башкортостан подано 0,27% голосов. За политическую партию Гражданская платформа 0,12% голосов. За партию Социальной солидарности подано 0,16% голосов. За партию Патриоты России 0,89% голосов. За партию Альянс Зелёных Народная партия в Республике Башкортостан подано 0,19% голосов. За Российскую партию Пенсионеров за справедливость в Республике Башкортостан подано 0,63% голосов. И за политическую партию Рождённые в Союзе Советских Социалистических Республик в Республике Башкортостан подано 0,38% голосов. В выборах приняло участие 17245 избирателей, 32,97%. На территории Кумертаусской региональной группы номер 15 в голосовании приняло участие 17260 избирателей, что составило 33,02%. Татьяна Сафонова, Амир Кедрасов, Денис Тихонов. Новости. Выборы депутатов Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 5-го созыва в Кургазинском районе, как и в целом по республике, начались в 8 часов утра. Избирателям предстояло выбрать двух депутатов выше законодательного органа республики. Одного по партийным спискам, представленным 12 партиями, и одного по одномодатным. По Ермолайскому избирательному округу номер 47, в состав которого вошли избирательные участки Кургазинского, Федоровского, Стерлибашевского и Мелиузовского районов, по одномодатным спискам баллотировались 7 кандидатов. На всех избирательных участках, а их на территории Кургазинского района 51, голосование проходило без нарушений и при участии наблюдателей от заявленных партий. Так-то у нас чрезвычайных ситуаций нет, все идет нормально, тихо, мирно. На результате из двух партий, из трех партий, справедливая Россия двое, двое СКПРФ, и одна у нас с Единой Россией. На 19 600 дня у нас более 63% избирателей уже пришли на избирательный участок. По многолетним наблюдениям, именно на утренние часы приходится пик активности избирателей. И это не только представители старшего поколения, но и те, кто определился с выбором заранее и имеют стойкую гражданскую позицию. Мы должны прийти, мы должны отдать свой голос за депутата, нам не все равно, как мы будем жить, как наши дети будут жить. Мы должны реализовать все это, действовать. То есть вы считаете, что ваш голос может быть решающим? Обязательно он будет решающим. Сегодня я проголосовал за светлое будущее своих детей, чтобы это выражалось в плане того, чтобы было бесплатное образование, бесплатная медицина, чтобы строились дороги, строились дома, рождались дети, и все было прекрасно на нашей земле. Мне не безразлично, кто будет сидеть в нашем парламенте. И я хочу, чтобы там сидели достойные, грамотные, компетентные люди. Я свой выбор сделала. Особой категории избирателей – те, кто голосует впервые. Для них реализация своих конституционных прав – достаточно серьезное событие в жизни. Я первый раз пришла на выборы. Для меня это был очень волнительный момент. Но я надеюсь, что я выбрала достойного кандидата, потому что в последующие пять лет он будет представлять наш район. Ровно в 20.00 все избирательные участки были закрыты. В присутствии наблюдателей были погашены непроголосовавшие бюллетени, вскрыты избирательные урны и подведены предварительные итоги по каждому участку. Бюллетени и протоколы голосования с каждого из 51 избирательных участков района были доставлены в окружную избирательную комиссию, где уже были подведены окончательные итоги выборов депутатов Государственного собрания Курута Республики Башкортостан 5-го созыва. Общая явка по Ермолаевскому избирательному округу номер 47 составила 91,96%. По Кургазинскому району цифра составила 85,34%. По однобандатному списку абсолютным большинством голосов почти 83% была избрана Хисматулина Рузалия Софиуловна, действующая министра финансов Республики Башкортостан. По партийным спискам с результатом 82,05% лидировала партия «Единая Россия», в лице депутата Хасанова Радмира Анваровича. Елена Камская, Владимир Кузьмин, Новости.